приветствую вас дорогие друзья с вами на связи викана подписывайтесь на мой канал нажимайте на волшебный колокольчик под видео чтобы не пропустить ничего интересного буду делать очень много разных раскладов на любовь как больших так и маленьких коротких и объемных и так сегодня хочу показать такой расклад на перспективу отношений здесь будет четыре таких карты будет три варианта раз мы видим три совы соответственно нет давайте мы их посмотрим что он думает что чувствует что будет делать и общее перспективы отношений общей перспективы отношений и я рекомендую если кто-то хочет посмотреть свой расклад этот на себе загадать какой-то временной отрезок и так сейчас я выложу три варианта и посмотрим все таки что они нам покажут давайте будем договариваться так что этот расклад показательный вариант и соответственно показательные если что-то вам не подходит какой-то вариант это просто не ваша ситуация давайте будем так говорить так первый вариант что он думает давайте будем говорить таким образом что он думает давайте вот на данное время потому что еще раз говорю мир пластичен у людей настроение изменчиво и влияние общих ситуаций либо общих влияние других людей как правило имеет место быть поэтому еще раз говорю сегодня одни мысли у человека завтра другие так давайте подумаем что он думает первая карта что он чувствует что будет делать и перспективы отношений вот я три варианта перед нами давайте будем подчередно их рассматривать кто не успевать ставьте на паузу под белой совой под желтой собой под голубой совой вот какая первая интуиция вам пришла интуитивный такой выбор это ваш выбор это ваш выбор и так первый вариант что он думает что он чувствует что будет делать и перспективы отношений даже по цвету карт по цвету карт немножко сделаешь покажу даже по цвету карт я вижу уже такое проблемки проблемки в отношениях проблемки с мужчиной в его мыслях что же он думает все таки знаете он не уверен в этих отношениях отношения несут ему какие-то я не искала что положительные эмоции но более негативные мужчину что-то угнетает в этих отношениях давайте будем рассматривать так так как нас смотрят и мужчины и женщины я буду говорить партнер потому что меня уже стали мужчины писать хотя я думаю что будет меньшинство но оказалось что мужчинам тоже интересно женщин также посмотреть они просто немножко шифруются скрываются и так я хочу сказать что партнер ваш партнер не уверен на отношениях и будем так говорить хромает в этих отношениях хромает не успевает говорится все понять все постичь и я так понимаю что у нее повторяются ошибки его прошлых отношений вот он считает что чтобы в прошлых отношениях то у него почему-то в этих отношениях происходит сейчас чувствует он разочарование соответственно туз и мечей это колки и такой достаточно удар и он чувствует что вы наносите ему какие-то удары душевные раны и он их чувствует соответственно что будет делать будет отвечать тем же сразу говорю ревность также будет да какие-то осколкости какие-то такие негативные проявления с его стороны можно ожидать и общей перспективы отношений неподъемные ситуации не паш мечей не может поднять меч для него это не может он справиться с этими отношениями возможно здесь какой-то личный опыт прошлой жизни возможно человек ожидает ожидаемость в том плане что возможно человек в смысле тот партнер жил в каком-то сценариях тех отношений вот сейчас пытаюсь вам донести эту мысль сейчас раннее утро я пытаюсь изрезовываться вышел с негативными какими-то отношениями с других отношений и перенес их сюда же перенес их сюда же возможно сам же применил эти отношения сам же видит все в таком негативном цвете как говорится то я вот честно говоря вижу вот то что все в этом партнере основа это дело не вас это все в этом партнере он пришел оттуда и так не недоверчиво относится к этим отношениям ему каждого возможно опять обманывать опять обижают и опять не поступает нечестно здесь я вижу вот такой вот ну с этим конечно надо поработать может спросить человека что там с ним происходит на данный момент может быть что-то откорректировать надо я не буду долго говорить надеюсь понятно что есть такая негативный достаточно прогноз человек хромает в этих отношениях на ваш партнер будем так говорить мужчина либо женщина второй вариант что он думает что чувствует что будет делать и перспективы отношения так здесь я вижу что он думает что он чувствует что будет делать и общая перспектива отношений отношения вот хочу сбежать вперед я не сказала что они будут заканчиваться наоборот отношения пройдут достаточно такой тяжелый период испытаний но к лучшему мне кто-то тут написал что аркан смерти это к завершении что отношения завершаться что отношения должны закончиться нет это неправда смерть это всегда ведет к лучшему аркан смерти что идет лучше достаточно белый цветок на этом флаге просто сами отношения как я всегда говорю перетерпит некую реинкарнацию реинкарнацию будет сложно но это приведет к лучшей жизни обоих пары потому что сейчас обоих в паре вернее что он думает человек также как и в том раскладе но здесь немножечко другая ситуация немножко вполне самооценка чувствует немножко себя как сказать может быть ниже своего партнера также вижу тянет опять также прошлое человека не уверен человек в отношениях собственно говоря не дотягивает в этих отношениях как-то себя свою роль оценивает как так скудно в этих отношениях вот а вот то что чувствует им нравится вы ему нравитесь однозначно понятно вы это вашему партнеру здесь смотрим про мужчину про женщину еще раз то что смотрит и мужчина и женщина поймите мне правильно что чувствует чувствует симпатию чувствует такое романтичные отношения так вам вы ему нравитесь будем так говорить что будет делать хочет развивать отношения хочет но не уверен не уверен но хочет но вот такая найти робкой такая надежда на то что все таки все будет хорошо тебе будет хорошо и очень нравитесь вот как говорится вы радуете его глаз вы радуете его душу ему вот тройка кубков. Кубки-то вообще мысли, это эмоции, это вот такая позитивная карта. Что будет делать? Будет активно работать. Будет активно работать, будет стараться, будет развивать отношения, будет помогать вам во всем. И далее судьба вас понесет уже, я так понимаю, что без вашего достаточно ведома даже, пойдут очень тяжелые такие испытания для вас наступят. Что будет? Это чисто индивидуально нужно смотреть, что может произойти в этих отношениях. Но, как правило, до примера могу привести, могут оба быть несвободны. Оба могут быть несвободны, и начнутся, может быть, какие-то даже разводы. И через это надо будет пройти, чтобы быть вместе. Либо один тут и несвободен. Смотрим на эту карту, потому что карта ущербности, карта такого недотягивания до полноценности, извините за выражение, до полноценности в этих отношениях немножко не дотягивает. Почему? Потому что бывает женщина, либо мужчина, кто-то свободен, а кто-то женат. Например, либо несвободен. И хорошо говорить свободному. Ты там возьми, это самое, брось и приди ко мне. Так не бывает. Свободному легче на эту тему говорить, чем говорить тому, кто не может просто так все бросить и уйти. На самом деле чувствовать, что встретил просто своего человека по жизни. Поэтому здесь я и вижу, что начинается отношение у этого человека, вот такое состояние у этого человека. И придется все-таки, если хочет быть с вами, этот человек, соответственно, придется пройти через какие-то испытания. И они реально будут. И они реально будут, и они ждут эту пару. Поэтому знаете, что могу сказать? Все прекрасно и рождается в муках, однозначно понятно. Третий вариант. Что он думает? Что чувствует? Что будет делать? И общая перспектива отношений. В принципе, я вижу легкомысленные отношения. Легкомысленные взгляд на отношения, легкомысленное поведение, легкомысленные мысли. Что думает человек? Человек надеется на судьбу. Особо слишком, так сказать, вообще принципы оповодных отношений особо не придают особого значения и особо не участвуют в отношениях. Что чувствует? Вот, кстати, очень интересное сочетание аркан-мага. Чувствует вот все четыре стихии в руках у человека, да, все четыре рычага управления отношениями. И поэтому, как говорится, особо не задумывается, что делает. манипулирует. Манипулирует в отношениях. То же самое, что будет делать, также будет манипулировать дальше. Будет действовать в своих интересах. Это карта подлости, карта подстав, карта хитрости, карта обмана. Вот как мы начали, так и продолжаем, собственно говоря. И перспектива, в принципе, может завести отношения просто в тупик. Девятка мечей – это достижение, когда придется уже делать, я чувствую второй половине вывод, что надо, что это с этими отношениями делать, либо уходить, либо оставаться, корректировать эти отношения. Ну, заведет достаточно в нехорошее состояние. Обой будет очень плохо вот такого поведения. Очень легкие, взглядные отношения. Значит, такие мимолетные, как бы, отношения думает сейчас, но поманипулирую в своих целях, да. Кое-что поскрываю, попользуюсь этим человеком, да. Какой-то обман есть, пообманываю там, да. Вот. Поэтому, когда вот эти шуты выходят в отношения, здесь ничего такого путного ждать-то не приходится, собственно говоря. Ничего такого путного здесь нет. И поэтому человек-манипулятор. Маг вообще, в принципе, такой достаточно серьезный. Человек считается в колоде каждого рядом с шутом, конечно, очень портится, очень портятся его функции. Манипуляторы по всем картам мы видим. Поэтому в этих отношениях я, честно говоря, не вижу никакого вообще смысла, раз человек настроен по высшему аркану уже вот таким образом. Так что, вот такие три расклада я вам показала. Если они не совпадают с вашей ситуацией. Здесь, кстати, вот мой номер телефона вам поставлю, можете посмотреть. Потому что мне заставки грузить, честно говоря, некогда, очень долго. Люди спрашивают номер телефона, ватсап, вайпер, если кому-то нужны достаточно обширные расклады. А мне нужно и консультации делать, и записывать видео, и поэтому я немножко не располагаю временем. Когда я говорю, что мои контакты есть по видео, некоторые люди просто, конечно же, может быть, не слишком разбираются в компьютерных терминах и заставках вот этих вскрытых значках. И, может быть, не могут найти на самом деле телефон, где он находится. Может быть, кому-то очень нужна будет помощь. Очень нужна будет помощь. И поэтому под моим видео есть. И вот заодно вам вот показываю свой номер телефона, если кому-то это будет полезно, кому-то будет нужно, кто-то захочет заказать какой-то расклад. Всего доброго, мои друзья, с вами Беловик Канова. Показала вам три таких варианта. Удачи вам, до встречи. Продолжение следует...